Но больше всего меня поразило, что уникальный опыт народных коллективных предприятий, которые просится к каждому из вас, остается в туне. Я не понимаю, не веровал, почему он не хочет своей партии и фракции поддержать это уникальное явление. Президент дал прямое поручение правительству. Правительство провело интернет-конференцию. Все были руководители, главы и министры. Выступили там три лучших руководителя в стране Грудинин, Казанков и Сумароков. Показали фильм на 15 минут. Умолял и Первый канал, и Второй, и Россия 24. Вы по 2-3 часа дни и те же болтуны сидите, но покажите счастливых и умных людей. В том же совхозе Ленина средняя зарплата 100 тысяч. Ввели лучшие объекты для детей. Первый класс прошло 9 класса комплекта. Я не вижу Саблина, но я прошу его убрать своих бандитов оттуда. Вместо того, чтобы помочь этому хозяйству, дом культуры, который ходило 30 кружков, завел своих уголовников и неделю не можем выгнать. Официально вам заявляю, выгоним мы их. Мы вместе с Коломейцев, когда хозяйство Казанкова захватили бандиты во главе своим, своим губернатором, ну он там своих привел 50 человек, мы привели 2000 и выгнали их оттуда. Губернатор сейчас сидит. Ну почему мы не слышим друг друга, когда вопрос казался бы совершенно очевидным. Тогда бы если разорвали это хозяйство, ничего бы не было. В этом году оно произвело на 20 миллиардов рублей. Оно не поднимало цены. Это хозяйство показало пример, как можно работать в уникальных условиях. И полная социалка. Давайте учиться друг у друга и поддерживать. Кашин заложил лучшие сады. 600 гектаров садов, та же шайка, что уничтожила 14 хозяйств в Ленинском районе и осаждает совхоз Ленина, та же шайка ходит вокруг этих садов, захапав 600 судов по 600 гектаров садов по решению абсолютно незаконного суда. Прокуратура против, эти против, все против. Я писал письмо, президент дал поручение правительственным. Никак не выгоним эту шайку. Уже начали вырубать уникальные реликции сады. Продолжение следует...